Бригада рабочих, трактор и самосвал. В незаконном гаражном массиве в районе футбольного стадиона кипит работа. Нужно вывести на полигон несколько сотен тонн мусора. У нас схема не общая, а точечная. То есть на сегодня у нас вот эта точка, завтра как бы. Ну, за месяц-полтора, я думаю, мы справимся. Участок очень сложный, потому что линия ЛЭП мешает. Здесь очень много гаражей заброшенных и просто свалка огромная. Ликвидировать незаконные гаражи и вывозить мусор с улицы Бронной начали несколько лет назад. Решить проблему одним днем невозможно, объясняют в администрации Кировского района. Здесь установлено 3,5 тысячи гаражей. Почти половину уже вывезли. С владельцами остальных ведут беседы. Более половины владельцев, 70%, готовы освободить территорию. Остальные незаконные временные постройки администрация вывезет самостоятельно. Гаражный массив, он не попадает под гаражную амнистию, которая в рамках закона, который буквально недавно подписал президент Российской Федерации, они не попадают. Поэтому они обязаны будет этот земельный участок освободить. Кроме того, понимая, что это охранная зона линии электропередач, они должны обеспечить чистоту и порядок, пока они здесь находятся. Местные жители тоже недовольны таким соседством, поэтому уже сейчас они планируют благоустроить территорию после демонтажа гаражей и уборки мусора. Это эстетическое, некрасиво выглядит. Это небезопасно. То есть дети могут проходить по территории Бронной на стадион. С Яблонки, поселок Яблон, в котором у нас также живут люди, живут дети, они проходят здесь часто территорией. Пару гаражей наших жителей здесь есть. Насколько я знаю, основная часть гаражей принадлежит жителям, которые живут по ту сторону Ташкентской. Мусор в районе вывозят по первому звонку или даже по просьбе в соцсетях. Кроме этого, ситуацию контролируют управляющие микрорайонами и старшие по домам. При выявлении несанкционированных свалок незамедлительно подключаются управляющие организации. В этом году планируется вывести почти 3000 тонн мусора только с незакрепленных территорий. В рамках проведения месячника по благоустройству и озеленению уже отправили на полигоны более 90 тонн. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров, События.